Все рекламные материалы, которые из бумаги сделаны, таким образом даже щита могут содержать в себе эти самые эмоции. Буклеты рекламные. То есть если добавить аромат в каждую источник контакта, то эффективность этой пресловутой маркетинговой коммуникации возрастает на порядке, потому что вы не делаете то же самое, что делают все. Вы делаете то, что работает абсолютно точно не с интеллектом, не с какими-то аналитическими способностями человека, а напрямую с его эмоциями и с подсознанием. А сейчас, чтобы проористрировать в принципе, на что способен аромат, и как его воспринимает наш мозг, Леонор раздаст еще одну серию бумажек с ароматом, и на них вы можете услышать аромат ландыша. И если вы будете в этот момент смотреть на эту картинку, поле с ландышем или букет ландышей, вы можете более полно представить этот букет. У вас в голове формируется уже образ букета ландышей. У всех есть? Мне важно, что будет у всех. У всех есть? А? Ну, сейчас, если вы не будете убирать от носа этот аромат, и посмотрите на грушу, вы сможете услышать запу груши с той же самой бумажки. Груши, груши, груши! Груши, груши, груши! Что вы видите, наш мозг формирует тот или иной образ собак. стимулировать идея вот этого вот такого в том чтобы проилестрировать как с помощью аромата можно вызывать различные реакции особенно когда тот или иной аромат привязан к остальным компонентам нашего восприятия советовым звуком и так далее у меня все не буду отнимать много времени потому что я устал большое спасибо за внимание конечно аромат кофе какие эмоции вызывает считается что аромат кофе вызывает что аромат кофе бодрит что аромат кофе вызывает приятные эмоции на самом деле у всех разное и аромат кофе очень сложный потому что для людей в разных странах этот аромат выглядит и звучит совершенно по-разному например для россии как правило позитивная эмоция но он не относится к тому чтобы выпадрить он не относится к тому чтобы как-то реализовать а как вы подбираете аромат к тому или иному бренду если честно тут очень мало творчества это больше математика потому что наш парфюмер кристоф у него если упростить сильно есть таблица эксайевская с тысячами компонентов и есть понимание как тот или иной компонент воздействует на нашу с вами ассоциация и если говорить ближе к делу к банкам то вот как должен как должен звучать в аромате хороший банк чем ассоциируется надежность стабильность дружелюбие а надежность ассоциируется это очень просто передо мной был спикер Наталья она рассказывала про последние про возможности нейробиологии и нейромаркетинга последние и сейчас доподлинно известно с чем ассоциируется в разных странах мира причем потому что в разных странах мира эти данные разные с чем ассоциируется надежность надежность всегда ассоциируется с предметами какими-то твердыми с теми, с предметами с которыми мы имели дело очень долго с деревом, с камнем с деревом, с камнем как правило поэтому если нужно создать ассоциацию с надежностью то там всегда должны присутствовать ароматы либо дерева красного, белого, неважно, либо железно-каменные ноты, вот есть аромат африканского янтаря, есть аромат железа. Они очень специфические, но создают ощущение вот такого стабильности, надежности. Если добавить, например, цитрусовые ароматы, то добавится такая ассоциация с динамичностью, с тем, что что-то постоянно происходит, будет немножко возбуждать, и таким образом формируется композиция, которая способна транслировать очень широкий спектр задач и очень широкий спектр сообщений выдавать через обоняние, минуя слова. Много ли у вас клиентов в России, и много ли у вас конкурентов? В России хотелось бы гораздо больше, но их уже сейчас больше 500, они всегда успели расправляться с тем, что есть. У вас конкуренты у нас уже есть, может быть, компания 5 работает сейчас на рынке. Мы работаем по всему миру, с такими странами сейчас, если не ошибаюсь, и практически все крупнейшие банки по миру уже являются нашими клиентами. А сколько стоит разработать вот такой запов для банка? Это стоит совсем недорого, но, чтобы вы понимали, сама разработка включает в себя анализ. Вот как вы приходите к премиумовое агентство и говорите, я хочу логотип разработать, разработайте мне логотип как часть моей айдентики. Также мы к этому относимся, мы разрабатываем аромалоготип как часть айдентики бренда. Это стоит около 10 тысяч евро, в зависимости от сложности разработки. Но потом эту формулу необходимо применять, ну где-то, вы получаете просто формулу. И на основе этой формулы можно создать специальную жидкость для ароматизации пространств. На основе этой формулы можно создать специальные гранулы, с помощью которых вы будете карты пластиковые ароматизировать, и они будут нести этот аромат. Можно создать сувениры, можно тупо сделать линию в парфюмерии, как один банк российский заказал у нас линию парфюмерии с уникальным ароматом, который бы они потом дарили своим клиентам. А если у человека какие-то негативные ассоциации? Это так же, как цвет вас били в детстве в красной комнате. Ладно, вам будет не нравиться красный свет, тем не менее, он присутствует в нашем мире. И современная технология тема современная, что они научились справляться с нежелательными последствиями. В частности, то, с чем мы работаем, обеспечивает размер частицы аромата меньше, чем микрон во много-много-много раз. Поэтому частицы не могут скопиться в той концентрации, которая бы превышала порог возникновения аллергии или же становилась опасно для любого живого существа. — Коллеги, у нас есть небольшое объявление. Спасибо большое. — Да, учитывая, что все уже устали, и время позднее, смотрите, у нас осталось... Субтитры создавал DimaTorzok ,